Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Коротко о главном». С вами я, ее автор и ведущая, ваш политический обозреватель Нина Демогла. Сегодня мы рассмотрим главные политические события минувшей недели, а именно реформа правительства. Пресс-конференция с президентом страны Игорем Дадон, которая прошла в резиденции главы государства в селе Кондрица. Также главные и самые скандальные новости. Почему Дарина Киртуака отстранили от должности мэра? Какими аргументами апеллировал Конституционный суд, постановив, что общереспубликанский и консультативный референдум не соответствуют положениям Конституции? На эти и другие сложные вопросы я сегодня попытаюсь дать вам максимально простые и короткие ответы. Не переключайтесь. Депутаты молдавского парламента одобрили законопроект по реформе центральной власти. Сам Кабмин одобрил и утвердил эту инициативу 8 июня. В проекте не указано точное количество министерств в новом Кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу. Ранее премьер Павел Филипп заявлял, что проект представят парламенту, чтобы успеть проголосовать за новую структуру Кабмина до окончания весенне-летней сессии, что и, собственно, было сделано. Структура нового правительства выглядит так. Премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе. Начнем с того, что о реформе правительства, наверное, не говорили только, ну не хочу говорить ленивые партии, но только те, которые не особо серьезно занимались политикой. Коррупция внутри системы. У нас существует неравное сражение между политическими партиями. Мы видим все-таки, что в последнее время даже невооруженным глазом видно, что в стране что-то происходит, но это точно происходит что-то не так. Сегодня мы говорим о менеджерах, которые будут, опять же, чем четырех месяцев, как было сказано, будет этот период промежуточный, впоследствии будут на конкурсной основе для того, чтобы можно было на самом деле, чтобы работа или госслужба стала престижной. У нас это проблема, потому что за последние годы люди, которые талантливые люди, молодые люди талантливые, не совсем идут на госслужбу, потому что заработная плата маленькая, они знают, какова ситуация, как нужно работать. Поэтому, естественно, вот это положительные последствия, эффекты, они не скажутся завтра или послезавтра, они скажут через год, через полтора. Мы должны платить хорошие зарплаты, и сейчас будет конкурс. Вот те ребята, которые заканчивали не только в Бухаресте, но и в Париже, и в Лондоне. Вы верите в то, что из Парижа, из Лондона, из Москвы вернутся молодые ребята к нам на госслужбу? Я уверен, что если бы зарплата на уровне хотя бы одной тысячи долларов, хотя бы одной тысячи, на эти посты, скажем так, государственных секретарей, уже это для молодых зарплаток, где молодой специалист, молодой человек может уже устроиться на работу. Это уже обеспечивает какие-то потребности. Нам надо создавать национальный мир. Молдова вымрет. Вот это вам, например, Чили, или Мексики, скажем так, или послевоенной Германии. Кто спасал эти страны? Спасали, спасали, элита спасала. То есть пришла новая элита, она сказала, вот мы ставим такие задачи, мы за какое-то время их выпадем. Вот, например, Мексика была отсталой страной, ее спасли ребята из 20-30 экономистов, которые заканчивали в США. Они просто им дали полномочия, они либеральную экономику там построили. Проект предполагает, что премьер получил право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств. Более подробно о эформе правительства я говорила с гостями программы «Главное». Министры будут заниматься, или министерство, они будут заниматься непосредственно политиками. Проведение политиками в рамках каждого министерства в своей отрасли. И дальше остальные, так как госсекретари, например, сейчас, они будут вице-министры. Вспомним, как назначались правительства министерства, когда министр был от одной партии, за три замминистра были все трое от других партий. Тогда решение практически принималось, или министр не мог руководить своим министерством, потому что все решения принимались в рамках политических партий. Есть очень интересные, ну, конечно, я не буду, там есть анекдот интересный по этому тему. Если в толерантности в доме, если там что-то не так, не меняют занавески. Люди живут все хуже и хуже, многие уезжают, эмигрируют из этой страны, чиновники становятся еще злее, все берут взятки из чиновничьего аппарата, и на будущее перспективы с такой работой не будет. Потому что в стране за последние годы, вот, будущую власть этих партий, исчезли деньги с банковской системы. Это больше миллиарда долларов. Пока что мы не видим возврата этих финансов. Эта реформа, она так для проведения предэлекторального шоу. На протяжении последних 10 лет очень много разговоров о том, что нужно реформировать правительство, потому что оно в некоторых иногда неэффективно. Понятно, что в сравнении с тем, что было в 1991 году, закон о 90-го года, правительство которого было, то есть многое изменилось. Поэтому была возможность у партии коммунистов за 8 лет правления внести какие-то изменения. Хотя были некоторые, но очень маленькие, неощутимые. Пока был с 2009 года, то есть разговоры были о необходимости изменения правительства, но, к сожалению, та политическая борьба, которая была в том числе и в Альянсе, формы правления и так далее, практически вопрос о реформе правительства оставался всегда открытым. Ну и, наконец, полтора года, сколько Демпартия практически взяла на себя всю ответственность правления в Республике Молдова. И, понятно, это был большой риск, потому что за полтора года, сколько там получается, до выборов, в принципе, никто в мире за два года до выборов не начинает реформ, потому что это всегда болезненно. Потому что реформы, они не популистичны, эти реформы, они довольно-таки... И результат ощущается через 3-4 года. Обычно всегда этим пользуются те, которые приходят после этого к власти. Ну, Демпартия рассчитывает, что, в принципе, люди поймут, и мы успеем провести эту реформу. Президент Молдовы Игорь Дадон встретился в среду, 26 июля, с представителями средств массовой информации нашей страны в своей загородной резиденции в селе Кондрица. Встреча с журналистами проходила на летней террасе резиденции. Такого количества камеры представителей средств массовой информации в молдавской президентской резиденции еще не было. Отмечали мои старшие по возрасту коллеги. Президент коротко и исчерпывающе рассказал присутствующим о перспективах экономического развития страны, о диаспоре, о взаимоотношениях с Народным собранием Гагаузии и Исполнительным комитетом, о текущей политической ситуации в стране, о геополитической ситуации и многих других волнующих вопросах. После пресс-конференции он пригласил гостей на экскурсию по президентской резиденции. Журналисты были приятно удивлены форматом мероприятия и охотно делились своими впечатлениями с коллегами. Тут присутствуют журналисты независимо от их политического мнения, от их политических взглядов. То есть любой может отправить аккредитацию, получить разрешение, принять участие. Всем предоставляют возможность задать вопросы. То есть это не выборочно. Это говорит о высоком уровне организации. Это говорит о том, что президент и его команда не боятся вопросов и не выбирают журналистов и не делят их на удобных и неудобных. Кстати, мне лично удалось задать президенту волнующий вопрос и получить от него исчерпывающий ответ. Игорь Николаевич, я уже на протяжении длительного времени готовлю цикл программ о жизни нашей диаспоры за рубежом. Хотите в делегацию? Нет, я буквально недавно приехала, общалась с очень многими людьми, которые проживают на всех, причем во многих регионах России. И вы знаете, более взрослые поколения, из них практически все 100%, они соглашаются с тем и признаются, что с тех пор, как вы стали президентом, то есть их жизнь стала несколько легче, немного иное отношение к ним, как к гастарбайтерам. Но все практически 100% возлагают на вас очень большие надежды и надеются на то, что тут у них в Молдове создадутся все условия для того, чтобы они вернулись на родину. Вот в нынешней политической ситуации, находясь в оппозиции, это вообще реально или нет? Я вам скажу, что люди начали возвращаться. У меня есть конкретные сотни случаев. Почему? Я говорю сейчас о российской диаспоре. Мне не нравится слово «гастарбайтеры», потому что оно как-то звучит издевательски. Как-никак, это люди, которые на протяжении последних лет содержат Молдову. Это наши соотечественники, это наши братья, это наши отцы, наши дети, наши материя, матери. Поэтому, знаете, люди начали возвращаться. Вот за счёт роста экспорта на 26% в Россию, к примеру, есть очень много интересных проектов инвестиционных, которые сейчас рассматриваются для Молдовы. И, знаете, россияне берут, находят там Молдову, говорят, слушайте, а давайте приезжайте домой, мы вам дадим такую зарплату, гарантированно год-полтора у вас будет, вот сколько у нас контракт, и люди, конечно, здесь будут возвращаться. Я думаю, что лет через, ну, год-ка через два, через три у нас будут большие проблемы. У нас уже проблемы с рабочей силой. У нас будут очень большие проблемы. Я думаю, что инвесторов, как только мы стабилизируем ситуацию, инвесторов будет очень много. Но когда они придут, здесь не будет людей, которые работают. И нам придётся, и мы к этому в любом случае придём. Вот то, что я делаю сейчас в встрече с диаспорой, мы создаём и базу данных. Мы должны знать, что вот в том конкретном районе, такой страны, есть 20 тысяч молдаван. Приходит инвестор в Молдову, у нас должна быть база данных, и мы должны им направить информацию, чтобы в Молдове появился такой-то инвестор. Он готов предоставить такую-то зарплату на такой-то год, в таких условиях, в таком-то селе и в таком-то городе. И люди будут возвращаться. Я думаю, что если им обеспечить 500-600 долларов зарплату, тем, кто работает в России, 500-600 долларов зарплату обеспечить в месяц и договор стабильный на хотя бы год, мы сможем их убедить, чтобы они вернулись домой. Дарина Киртуака временно отстранили от должности мэра Молдавской столицы. Такое решение принял столичный суд по запросу прокуроров. Однако Киртуака отстранён временно до окончательного вердикта судебных инстанций. Дарина Киртуака обвиняет в извлечении выгоды по делу о платных парковках. Находится он под домашним арестом. Грозит ему до 7 лет тюремного заключения. Согласно решению Конституционного суда, общереспубликанский и консультативный референдум о расширении президентских полномочий и других вопросов не соответствует положениям Конституции. По мнению Конституционного суда, вынесенные президентом вопросы превышают его конституционные полномочия. Тем временем, советник президента Максим Лебединский заявил, это политический шаг и действует Альянс совместно с представителями либеральной партии. Лебединский подчеркнул, что власти снова пытаются ограничить полномочия главы государства. Напомню, что указ о проведении референдума был подписан главой государства 24 сентября. Игорь Дадон хотел провести консультации с народом по следующим вопросам. Отмена закона о миллиарде, расширение полномочий главы государства по распуску парламента, о сокращении количества депутатов до 71, а также введение в школьный курс дисциплины «История Молдовы». В комментарии на своей странице в фейсбуке глава государства написал и отметил, с сегодняшним решением Конституционный суд еще раз продемонстрировал, что является глубоко политизированной структурой, пристрастной и глубоко подверженной идеологическому влиянию. Президент Игорь Дадон напомнил, что в 1999 году аналогичный референдум был проведен, и тогда суд признал данные действия конституционными. По мнению президента, прецедент, который имел место в 1999 году, еще раз подчеркивает, что это политический шаг. Игорь Дадон, в свою очередь, пообещал, что выступит с новыми схожими инициативами и сказал, что не исключает проведение новых протестных акций в поддержку этих инициатив. Подобные манифестации могут пройти в день планируемого референдума 24 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова